Владимир Путин старательно избегает курского направления. Два дня, 18 и 19 августа, он провел в Баку, обсуждая с президентом Ильхамом Алиевым мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Накануне, 20 августа, Путин прилетел в Кабардино-Балкарию. Там он направился в садоводческое хозяйство и осмотрел урожай яблок, а также урожай груш. Так мы узнали, что сладости из этих фруктов лучше, чем жвачка, которая наверняка еще и западная. Ну а после Кабардино-Балкарии Путин отправился в Северную Осетию, в Беслан. Там он побывал впервые с 2008 года. Путин посетил кладбище, где похоронены погибшие заложники, а также встал на колени перед монументом Древа Скорби. После Путин поехал в школу номер один и зашел в спортзал, где 20 лет назад произошел самый жестокий теракт в истории современной России. Позднее мы увидели кадры встречи с тремя представительницами комитета «Матери Беслана». Это одна из двух организаций, которая объединяет родственников жертв теракта. Вторую – «Голос Беслана», чьи активистки в 2016 году выходили в футболках со словами «Путин – палач Беслана» на встречу не позвали. Официальные агентства показали в основном речь Путина, обращенную к матерям Беслана. Он перепутал число погибших в этом теракте детей. Сказал, что их было 136, хотя погибли 186. А также нашел в этом руку Запада. Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь. И морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. А уже из Северной Осетии Путин полетел в Грозный. Там он посетил могилу Ахмата Кадырова, осмотрел университет спецназа в Гудермесе и выступил с мотивирующей речью. Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно абсолютно непобедимы. Ну а позже Путину вручили удостоверение почетного гражданина Чечни. Видимо, абсолютной власти ему было мало. Не хватало еще этих корочек. Также Кадыров показал Путину макет нового района Грозного имени Путина. Это помимо проспекта имени Путина в центральной части Грозного. Но вот обсуждались ли провалы спецназа Ахмат под командованием Алла Удинова в ходе этой встречи и призывы того же Алла Удинова направить срочников, неизвестно. Ну что ж, обсудим все последние визиты Путина вместе с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, добрый день. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу спросить, какое впечатление на вас произвела поездка Путина в Беслан? И почему он вообще решил приехать туда более чем за неделю до 20-летней годовщины теракта? Я думаю, перед нами пример довольно чудовищного такого политтехнологического цинизма. Очевидно, что визит в Беслан вписывали в график Путина до некоторой степени спонтанно. Об этом можно судить хотя бы о том, что он не был на десятилетии от трагедии в Беслане. У него тогда был Крым, 14-й год, и все было в порядке. Он вообще не появлялся в этой школе. И вот тут он внезапно вспомнил, что оказывается в начале его правления, на первом-втором сроке его правления, произошла крупнейшая трагедия, связанная с гибелью детей в школе. В этой трагедии многие винят, в том числе и спецслужбы, и лично Владимира Путина, в том, что так все сложилось в ходе штурма школы. И, собственно говоря, Путин в течение многих лет эту тему игнорировал. А сейчас мы видим внезапно его интерес. Он решил приехать в Беслан для того, чтобы ошибиться с числом жертв. И для того, чтобы прочитать трем представительницам матерей Беслана, организаций, которые, в общем, добиваются справедливости для своих семей в течение всех этих 20 лет, он решил прочитать краткую лекцию про геополитику. По крайней мере, это то, что попало в официальные отчеты и на видео, и на сайте Путина. Мы знаем, что в действительности этих женщин интересовали совсем другие вопросы. Не геополитика, не враги на Западе, не то, как Путин понимает международную ситуацию. Он рассказывал им именно об этом. Мы знаем, что журналисты агентства, издания агентства связались с одной из участниц этой встречи, которая сказала, что она спрашивала и про срочников из Северной Осетии, которые могут сейчас оказаться на войне, и, собственно говоря, про то, что расследование до сих пор не завершено. Путин, значит, удивился и сказал, что он вновь поручает все это на личный контроль господина Бастрыкина. Главным сюжетом этой истории стало то, что Путин, в общем, попытался вписать происходящее сейчас в России, в Курской области, в его многолетнюю борьбу с терроризмом, вспомнить свою собственную политическую молодость, события 20-летней, 25-летней давности. И он решил, что, в общем, можно российским гражданам показывать вот эту преемственность как бы между терактами, которые были 20 лет назад, и нынешними событиями, связанными с заходом украинской армии на российскую территорию. Почему-то он решил этим женщинам в черном рассказать про то, что... Трауре дав рассказать про то, что вот сейчас все виновные в том, что происходит в Курской области, тоже будут наказаны, как и их зарубежные купловоды. Я думаю, что это родилось в результате идеи того, как Путин, в принципе, должен говорить о теме Курска. И тут подвернулась вот такая ассоциация с Бесланом. Именно по этой причине Путин побывал в Беслане за 10 дней до, собственно говоря, годовщины 20-летия этих трагических событий. Ну, вообще, удивительно по поводу этого разговора с представительницами матерей Беслана, ведь его снимали с трех камер, у всех были микрофоны, у всех были петлички, были абсолютно готовы к записи этой встречи, но, видимо, разговор действительно не задался, потому что что нам показали госагентства, они показали нам как раз вот эту речь Путина, которую вы сейчас тезисно пересказали. А действительно, Сусанна Дудеева, та женщина, которая, судя по всему, как раз и спрашивала про срочников, она говорила об этом журналистам уже устно, мы вот этот фрагмент на видео не увидели. Единственное, что по телевизору показали, это ее же слова о том, что надо брать на себя ответственность, и, в общем, очень тяжело с этой потерей жить. Я хочу спросить про следующий его визит в Чечню, ведь в Чечне Путин тоже не был довольно давно, насколько я понимаю, это его первый личный визит за 13, по-моему, лет. С чем он, на ваш взгляд, может быть связан? Он уж наверняка туда поехал не для того, чтобы ему дали удостоверение почетного гражданина. Насколько я понимаю, последняя такая громкая встреча с Кадыровым происходила не в Чечне, но происходила она прошлым летом, во время событий, связанных с мятежом Пригожина. И это выглядит, как и в прошлый раз, это выглядит, как попытка засвидетельствовать, что отношения между Кадыровым и Путиным сохраняются, что Кадыров по-прежнему имеет право творить любой произвол на отведенной ему территории, взамен на лояльность, взамен на готовность хотя бы на уровне видеороликов кадыровских подразделений, показывать, что вот есть люди, которые готовы до конца быть лояльными российскому диктатору. Ну и дальше там, конечно, довольно анекдотический сюжет с тем, чем именно занимались чеченские подразделения в ходе вторжения в Курскую область, и миллион этих роликов, значит, Абтиала Удинова. Но, судя по всему, Путина эта ситуация устраивает, он приехал засвидетельствовать то, что вот этот контракт продляется, что пока Кадыров и кадыровский клан находятся у власти, ничего не поменяется, у них по-прежнему есть личные отношения, они по-прежнему готовы лично позировать на камеры. Лояльность в путинской системе ценится выше, чем какие-то профессиональные достоинства, или реальная готовность воевать за интересы путинской диктатуры. Нужно засвидетельствовать эту лояльность, и тогда Путин к тебе приедет и, в общем, будет вот таким милым образом общаться. А вообще то, как Путин показательно игнорирует так называемую ситуацию в Курской области, вот сейчас на 25-м году правления, может ли как-то повлиять на его имидж? Вы знаете, я думаю, что как бы социальное настроение в России сложились, те люди, которые не доверяют Путину, они, в общем, все прекрасно знают про этого человека и про его систему власти. С другой стороны, так называемое путинское большинство, такой термин из предыдущей эпохи, я не уверен, что он сейчас применим, но пусть будет он. Мне кажется, основная идея этого большинства заключается в том, что государство в целом не выражает интересы людей и занимается своими делами, и государство постоянно людей оставляет наедине с разными бедами, с наводнениями, с пожарами, с терактами, с вторжением иностранной армии на территорию России. И это, в общем, не то чтобы новость для российских граждан, это то, с чем нужно смириться, потому что выступать против этого государства, ну, как правило, опасно. Заявлять, что у тебя и с этим государством общие интересы, это тоже, в общем, и как-то странно, и, в общем, не нужно. И поэтому идея заключается в том, что российские граждане, мне кажется, стараются от этого максимально абстрагироваться, максимально показать свою дистанцию и с государством, внутри которого они живут, и с теми трагическими событиями, которые это государство продюсирует на территории, в данном случае Российской Федерации. Мне кажется, что, в общем, имидж Путина уже как-то сложился, и ему ничего не может, с одной стороны, ничто не может его улучшить, а с другой стороны, все прекрасно понимают, что можно от этой системы власти ждать, даже те, кто называет себя, ну, такими формальными сторонниками этой власти, которые готовы якобы поддерживать диктатуру и ее преступления. Ну, а напоследок я хочу обсудить с вами пиар-стратегию Владимира Путина. Сегодняшний пост в телеграм-канале Фаридейли, журналистке Фариды Рустамовой, нам как раз дает почву для этого обсуждения. Она отмечает, что каждый раз, когда у Путина дела идут неважно, он приезжает к какой-нибудь специально собранной ликующей толпе. Вот она отмечает несколько событий. Митеж Пригожина, он в Дербенте, крупнейший за последние 20 лет теракт в Крокусе, он в Торжке, где его радостно встречает толпа. Украинская армия захватывает Курскую область, в восторге, Владикавказ. Вот эти встречи с ликующей толпой, они на кого должны произвести впечатления? На Путина или на народ? Я думаю, что значительная часть этой активности направлена на поддержание того, что Путин, именно на поддержание его ощущения, что он находится в контакте с народом, что, в общем, все идет по плану, что люди его поддерживают, что, в общем, эта связь с народной массой у него по-прежнему есть. Он побывал еще на каком-то грушевом хозяйстве в Кабардино-Балкарии, наверное, груш тоже его очень поддержали в этой непростой ситуации в Курской области, как они это называют. И я думаю, что это не имеет серьезного влияния на какие-то общественные настроения. Вот какое-то время говорилось довольно много о том, что Путин не покидает своей резиденции и находится в так называемом бункере. Вот когда есть такие моменты, когда Путин понимает, что, в общем, его власть на самом деле довольно хрупкая и неустойчивая, несмотря на то, что очень свирепая и кровожадная, он действительно старается в последние годы организовывать для себя вот такие, значит, туры народной любви. И, наверное, в таком ключе все и будет продолжаться. Это демонстрация так называемой стабильности для лояльных российских граждан. Все по-прежнему. Путин вот живой, ходит груши осматривает, встречает с людьми. Ну и, собственно говоря, мне кажется, это действительно для него лично важно. Он таким образом поддерживает свое ощущение, что он не самозванец, а якобы действительно правит Россией в соответствии с некоторой, в кавычках, исторической миссией. Ну, а я в таком случае хочу подарить Путину лозунг «Яблоки за Путина», «Груши тоже можно за Путина». Ну, а вас благодарю за то, что нашли время и вышли к нам в эфир. Благодарю за этот комментарий. У нас на связи был главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Спасибо вам. Спасибо.